Сталинградский тополь-герой может поселиться в Крыму. Израненное дерево с аллеей-героев в Волгограде клонировали в прошлом году. И первые окрепшие саженцы могут украсить аллею России в Севастополе, которую заложат этой осенью. Но случится это в том случае, если тополь, переживший войну, победит в онлайн-голосовании. Оно объявлено в Волгоградской области, чтобы выбрать самое узнаваемое и типичное для региона растение, по мнению местных жителей. Для этих ростков пока даже пробирка просторна, но их, возможно, ждет большое будущее. Ведь это потомки знаменитого тополя на аллее-героев Волгограде, израненного в Великую Отечественную. Ему от 80 до 100 лет оценили эксперты. Популюс нигра, черный тополь. Для них нормально такое долгожительство. Но в нашем климате, как правило, эти деревья погибают после 50-60 лет. Так что сталинградский тополь уникален дважды. Пережил войну и спокойно переносит волгоградскую засуху и крепкие морозы. И год назад ботаники решили не терять время, чтобы у особенного растения появилось потомство. Были отобраны почки. То есть это молодые вегетирующие побеги с этого тополя. Были отобраны почки. Дальше они в лаборатории отстерилизовались и были введены в культуру инвитро, то есть в пробирках. Вот сейчас этот тополь выращивается в пробирке. Там питательная среда состоит более чем из 25 компонентов. Микроклональное размножение – относительно быстрый способ вырастить что-либо. И старшие братья лабораторных экземпляров уже освоились в открытом грунте. Ростки тополя героя теперь участвуют в конкурсе, который объявило Министерство природы России. Каждый регион должен выбрать типичное растение, чтобы этой осенью в Крыму появилась аллея из 85 таких зеленых символов. В Волгоградской области помимо Сталинградского тополя заявлено несколько деревьев. Ива белая, ольха черная, можжевельник казацкий. И победить из растения должно только одно – этот образец будет высажен в Севастополе, там будет аллея России, каждый субъект посадит свое растение. Онлайн-голосование за растение символ начнется 1 июля на сайте областного министерства природы. Если Сталинградский тополь не победит, на него у ботаников все равно большие планы. Деревца постепенно будут высаживать во всех городах-героях. И на своего отца с аллеей героев они будут похожи точь-в-точь. Почему это называется клонирование? Потому что это абсолютно идентичный образец, это тот же самый генотип. И, кстати, ботаники предполагают, что именно этот генотип еще может отличаться своей устойчивостью к засухе и к таким суровым климатическим условиям. Самые первые правнуки тополя-героя, кость, они должны подрасти до полутора метров. И, вероятно, именно они отправятся в долгий путь в Севастополь. Аллею России там планируется заложить 21 сентября, в День работников леса.